Приветствую вас. Я думаю, что ключевой момент здесь на сессии заключается в том, как быть, чтобы что, то есть, чего вы хотите в итоге. Менять вас, как-то учить вас жизни, на мой взгляд, не очень хорошая идея, потому что вы, может быть, с этим не согласны. Вы обращаетесь за помощью – это хорошо. Вы обращаетесь за помощью к психологам – это хорошо тоже. Но важно понимать, что делает психолог, прежде чем обращаться именно к нам. Во-первых, мы не занимаемся помощью в понимании других людей. Это первое. Мы помогаем разобраться в человеку, в самому человеку, в себе и только в себе. Мы не помогаем разбираться в других людях. Второе. Важно ваше желание в себе разобраться и меняться. Если этого желания нет, то, скорее всего, ничего не получится. Важно уметь, если не уметь, то научиться, желание научиться, брать ответственность на себя в том, что происходит. Ну, например, у вас с мужем произошел конфликт, у вас с мужем произошел скандал. Соответственно, ваш собственный вклад в этот скандал. Ответственность за него, за то, что он приезд, потому что, ну, я думаю, это не будет спортом, что без вас, без вас улучшения, да? Вот. Вот. Скандала бы не было. Соответственно, вам на себя нужно взять ответственность за то, что произошло. Вот. И, соответственно, разобраться в себе, как получилось так с вашей стороны, что это произошло. Дальше. Вы пишите, что живете в браке 3 года. 3. Знакомых 9 лет. Может 33 года, вам 24. То есть здесь разница в возрасте достаточно большая. Да. Вау. Вполне вероятно, что к своему мужу вы относитесь несколько, так сказать, неаутентично. То есть вы относитесь к мужу несколько неаутентично в плане того, что видите в нем кого-то еще. Кроме своего мужа, ну, кроме своего мужа, кого-то вы видите, кого-то вы можете видеть еще. Например, отца. Вот. Например, опору. Например, эм... Ну, доказательство, допустим, доказательство чего-то. Чего-то или кого-то. Вот. Какое-то в чем доказательство. Вот. Ну, здесь... Здесь нужно разбираться. Здесь нужно смотреть. Вот. Но вы говорите вот о чем. До меня встречался с девушкой 4 года. Расстался, снова сошелся. Тут появилась я, он ее бросил и женился на мне. Когда именно вы появились? И когда он на вас женился, если вы знакомы с 9 лет, а браке 3 года? Это первое. Второе. Как именно складывались ваши отношения? Какой их фундамент? На чем они основывались? Что между вами общего? И так далее. В какой-то степени все это, то о чем я говорю, очень важная момент, потому что вы, может быть, может быть, сами своими действиями как-то вот впровоцировали то, что вот между вами произошло. Вот. Это такой момент. Такой момент. Дальше идем. Зачастольник я бросил, женился на мне, то есть вы. Есть ли у вас уверенность, что вас именно выбрал, а не воспринимали в качестве средства? Давно он выпил и начал слушать грустные песни про любовь. Я не особенно и резко среагировал, в казахпедии еще поплачу. Но если вы не особенно и резко среагировали, то нужно, наверное, разобрать, кто, с чем это связано. То, что вы так отреагировали, например. Это крайне важно. Вау. Потому что это ваши чувства. Это... Ваши эмоции. Как вы. Эээ. За них. В судя. По всему. Ответственности мини-ферты не отвечают. А это вау, что вы отвечали. За то, что, ну, с вами стоит ход. То есть вас как-то задело то, что мужчина слушает грустные песни про любовь, ну и всё, видит уверенность в себе. Агрессия. Роль была смерть брата, что такого может я о тебе думал. Вполне логичная фраза, которая указывает на то, почему вы может отреагировали негативно. Далее вы наговорили кучу нелетных празд, опять же всем это связано, я сказала, что такие песни мне пили на гитаре, это точно важен смысл, а не просто мелодия, лучше бы явить словами того, кто любит меня, а не мечтает о других. Всё в деле, что это мечта о других может позвонить по той, кому включалась. Ну вот как вы сами воспринимаете такую вот реакцию, да, это просто любит себя. Всё в том, что это несколько, ну, не соответствует ситуации, которую у вас ограничивает, у вас проблематика ваша. Может быть страх, может быть что-то ещё. Дальше в ответ снова кому-то, сука, только сущая. Ну так, а какого ответа вы ждали? Только я, так, из комнаты уснул вопрос, обратнулся с того, что по двери играть песни, вышел он в пьяный смеется, нашёлся песню с именем такого мнения, чтоб я слушал. Ну это уже война, это уже ссоры, это уже, как бы, конфликты, то есть, ну, человек, понятно, пошёл в это. С этим смехом только мне было безумно, без сих пор не пойму смысл этой рассказать, затея какой. У человека есть определённые переживания, вы их восприняли как угрозу за себя. Какой смысл вы ищете в этой, почему дурацкая затея? То есть, вы здесь обесцениваетесь чувства своего мужа, получается. Разношает ли это, что он любит думать о ней? Нет, на утро не было, не было изменений, извинений и объяснений. Прошло в дне мы не общаемся, но так вы и сами, Анастасия выбирается не общаться, в том числе, разве нет? Я не хочу с ним говорить, раз всё, а чего хотите, мне это унизило. Чем? Как быть? Спрашиваете вы, ну, как быть, что бы, что? Вот, это важно. Вот, значит, такой, такой можно дать вам, в принципе, ответ. Вот. Ещё раз хочу обратить ваше внимание на то, чего именно вы хотите, что именно вам нужно от психологов. и уверены ли вы в том, что хотите работать над собой? Уверены ли вы в том, что видите сейчас в себе проблему? Уверены ли вы в том, что отношения с мужем вы устраиваете такие, какие они по вашему, по вашему мнению должны быть? Уверены ли вы, что ваши отношения с мужем соответствуют тому, чего вы хотите? Ну, то есть, если вы, например, считаете, что мужчина, не должен вспоминать, там, своей бывшей, например, это, безусловно, ваше право, но тогда ваш выбор, я имею как бы, этими критериями, а вы выбираете, вы позволяете себе выйти замуж за человек, который, ну, как я понял, недавно расстался со своей девушкой. Вот, при том, что фундамент вашего взаимоотношения с мужчиной явно, ну, недостаточно крепкий, потому что эмпатии и личностного взаимодействия, по крайней мере, с вашей стороны, к мужу я не увидел. Я не считаю, что это обязательно должно быть, но, как бы, это, наверное, всё-таки играет какую-то роль. Вот так. На этом всё. Я надеюсь, что мой ответ вам был полезен. Я желаю вам всего самого доброго, удачи, надеюсь, что ситуация будет разрушена.